доброе утро друзья наши далекие близкие вы видите какая у нас переменчивая погода вчера было почти лето сегодня ранняя весна людей из питера дождь не пугает как вы девочки и мальчики начинаете свое утро чтобы она была в позитиве у меня было вчера весь день весь вечер послевкусие после посещения школы где ребенку предложили им в класс из интеграционного класса предложили перейти в класс обычный где учатся немецкие детки но не только немецкие все детки которые хорошо знают немецкий язык скажем так местные вот это очень хороший показатель и преподаватель очень лестно отзывалась а наши знакомые ученицы и мы настолько были восторжены и ну в общем мы такие были знаете как сами школьники которых похвалили вот поэтому у меня вчера прямо такое было настроение замечательное и сегодня утром знаете что мне утром кстати говоря помогает так ну что прямо прямо льется с неба если я просыпаюсь и у меня уже роятся какие-то мысли о судьбах мира и так далее я ложусь сразу в шавасану я думаю что практически все из вас знают что такое шавасана в переводе в принципе не очень интересно звучит это называется поза труба когда ты полностью расслаблен даже если вы не сильны в йоге то наверняка знаете что это поза расслабления и действительно я нашла каждый мест для себя может найти то музыкальное сопровождение голосовое сопровождение которое вам понравится я нашла свою шавасану в ю-тубе мне реально помогает самое интересное что как только я ложусь в шавасану у меня все равно эти мысли туда-сюда скачут вот но концу шавасаны у меня по моему минут на 25 это шавасана есть на 14 на 10 короткие более долгие но мне здесь очень нравится голос а а знаете что я в принципе в описании ссылку сделаю на эту шавасану мало ли вам она понравится и подойдет так вот то есть в конце конце шавасаны я уже понимаю что я действительно расслабилась что я концентрируюсь на дыхание что я отпустила все мысли о прошлом о будущем в общем если кому это поможет вот такой вариант настроиться на позитивный день вообще на самом деле в петербурге считается что такое климат ну прям не самый лучший да для людей метеочувствительных чувствительных к перемене погоды но вот в последнее время здесь может быть я тоже время от времени слышу что климат меняется везде ну на всей нашей планете но в последнее время что-то такое посмотрите я снимаю в последнее время ролики вот но за последнюю неделю практически ежедневно вы посмотрите то снег тут же лето наступает в общем времена года меняется даже не погода прям ежедневно а времена года меняются я еще честно говоря не очень проснулась ну нацепила на себя пуховик думаю то что с капюшоном ну я сейчас просто мне пройти там я не знаю сто метров пятьдесят метров я вымокну до них я не взяла зонтик потому что это не местная привычка о уже клубнику посадили представляете вчера только пленкой затягивали уже клубнику посадили и это из нашего детсада детки пошли гуляют тоже в любую погоду вот в европе дети гуляют в любую погоду это малышонковая вот эта группа и эти дамы киндер бетроинг которые которые однажды меня увидели я с девчонками была на мамы которых немецкий язык изучали и у меня их было двое или трое а они такие идут две воспитательницы и малышня у них там и на и в колясках и так кто-то топает вот совсем малюсенькие эти так вот сейчас они представляете уже с утра сейчас сколько сколько сейчас времени 10 сейчас 11 это они уже нагулялись сейчас придут покормят и спать их уложат в 12 часов по моему они спать ложатся а кстати я вчера была в школе когда и там была как раз перемена да уже хватит и там была как раз перемена они конечно носятся из корпуса в корпус здесь что-то там кто-то кричит даже непонятно то ли они ссорятся между собой то ли они мирятся между собой я девочкам говорю с которым мы туда ездили я говорю я поняла что я уже не хочу работать ни в детском саду ни в школе все закрыта эта тема так ну что пошла я на свои уколы б витамины группы б если вы не смотрели меня ранее я хожу сейчас на курс уколов витаминов b витаминный курс который поддержит иммунитет к весне подготовит как-то пошустрее себя получше чувствовать уже это чувствительно в принципе можно эти витамины и просто пить но в инъекциях оно как-то знаете быстрее действует скажем так это не оплачивает страховка мне выписали рецепт я купила эти ампулы заплатила за то что мне делают инъекции если вы сами можете делать уколы вы можете это сделать дома в общем где-то порядка 60 евро стоили сами инъекции сам препарат и порядка 63 евро я заплатила за то чтобы мне медсестра колола это ну и термины мне расписали два раза в неделю вот такая витаминизация у меня сейчас ну что ребят 12 часов за час я переделала очень много дел я получила свой укольчик витаминный я вам всегда рассказываю что есть у нас отношения у нас не сложились отношения с одной дамой на рецепшне боже как я цепляю машиной а мужчина идет и у него все перекосило скажет блондинка за рулем ну что делать я вот не понимаю все время на этой стоянке на этой парковке цепляется машина ну низкая посадка итак я пришла уколчик сделала она правда шепнула сразу медсестре типа твоя пришла на укол ну та знает как меня зовут фрау Кусман пойдемте она всегда любезна я кстати у нее спросила я говорю вот у вас стоят коробки там байонтек и так далее с этими прививочными знаете вот как прививки нам всем делали и мы стояли в очереди за этими прививками я говорю а что сейчас какая ситуация она говорит вы знаете планировалась на четверг прививочная компания ну что вы знаете там просто всех пригласить вечером как обычно как раньше они это делали и всем сделать прививки она говорит но не набрался народ я уж не стала приставать знаете до какого количества не набрался народ то есть мы не записались люди в достаточном количестве на эту прививку я говорю то есть сейчас я говорю можно расслабиться более-менее она говорит да перешло уже такую скажем так стадию гриппа то есть время от времени да кто-то все-таки заболевает но уже не так страшно как это было вот ну сколько год два года назад ну что хорошо хорошо тоже хорошие новости ребята прям вот по крупице по крупице собираем эти хорошие новости зоя машинка называется зоя хорошая машинка кстати маленькая такая я вот хочу маленькую раньше когда я жила в питере я всегда мечтала о больших машинах потому что то лед у нас то реагенты то замерзла вода где-нибудь то не объехать что-нибудь и нужна была машина ну как мы говорим машина джип да то есть для того чтобы объехать перескочить в какой-нибудь поребрик как в Питере говорят вот а в Европе да где бы то ни находился проблемы с портовками естественно Европа маленькая многонаселенная парковки с парковками вообще тяжело хотя сейчас тоже в том же Питере да строится реконструируется даже в центре здания и там уже делаются вот эти многоэтажные парковки подземные это веяние времени это нормально что зашла я еще куда я еще зашла я же стала рассказывать что я много делки не делаю я вся такая активная а знаете почему активная потому что укол получила с витаминами В он прям реально действует реально действует я потом знаете два дня в общем прыгаю бегаю много чего делаю действительно витамины группы В если их не хватает то все мы вялые мы никакие отлично потом значит я зашла хорошо что это все рядышком все вместе в центре в центре нашего городка я зашла в паркассы типа по нашему сбербанк у меня не получилось вчера вечером и сегодня утром у меня не получилось отправить Андреас попросил с его пенсии отправить кому-то 100 евро какому-то его работнику которому он может быть задолжал там я не знаю на предыдущем на предыдущем объекте может быть они работали но вообще какая-то такая то ли турецкая то ли арабская фамилия на карточке и там нужно было обязательно написать назначение платежа назначение платежа то ли предоплата , то ли доплата за черную работу зачи или черновую шварц арбейт это черная работа или черновая работа ну во-всем что-то он там может быть уборщик какой-то на объекте, я не знаю, и Констанц, в городе Констанц, я знаю, что у него последний объект был именно там, и что вы думаете, не проходит платеж, вчера не прошел, сегодня не прошел, и я уже стала переживать, что у нас, что у меня эти платежи все накопятся и туда уйдут, а мне 100 евро не лишнее, понимаете, что если я ему оплачу не 100 евро, а 200, предположим, и в итоге получается, я уже в банк зашла, я говорю, девочки, помогите, вот они прям все сгрудились вокруг меня, а давайте вот так попробуем, а давайте вот так, а вы давно, ну, поскольку я не идеально говорю на немецком языке, но они же не знают, откуда я, может, я вчера только приехала и пуцаю тут, где-нибудь там, знаете, уборщицей работаю и вообще плохо соображаю там с этими, с банковскими переводами, вот, я не стала говорить, что я умная, говорю, помогите, они говорят, а вот это, я говорю, попробовала, а вот это, как в том фильме, говорит, а вот это, а вот это попробуйте, в общем, я говорю, я перепробовала уже все, и я у них и перезагрузила, и на их интернет перешла, и в итоге они говорят, а давайте вы не будете писать назначение платежа, вполне возможно, что вы не можете, ну, как бы, я же не зарегистрирована, как в Зельпштенде, как ИП или еще что-то, может быть, как называется, секьюрити, они следят за такими обоснованиями и, может быть, не пропускают, да, ну, в принципе, логично, да, я говорю, ну, давайте попробуем, в итоге у меня платеж наконец прошел, я им низко поклонилась, сказала спасибо огромное, они такие тоже сами, говорят, о, будем знать, потому что тоже иной раз бывает, что, ну, что, они уже просто думали, знаете, может быть, я не пользуюсь этим онлайн-банкингом по три года и вдруг собираюсь куда-нибудь, я говорю, ну, вот вчера же я заплатила за аренду с этой же его пенсии, то есть все показываю, рассказываю, вот, так что, ребят, имейте в виду, мало ли вы куда-то переправляете что-то, и это вполне возможно, что у вас платеж не проходит, потому что в назначении платежа что-нибудь, вот, банку не нравится, это раз, а потом еще, знаете, что они у меня спросили, они, сразу так, ну, как только я стала говорить, они говорят, а вы хотели куда-то в другую страну отправлять, ну, сейчас же, знаете, я слышала тоже, вот, несколько раз в Фейсбуке я видела, что кому-то счета заблокировали, или карты заблокировали, потому что они граждане России, но потом просто, ну, там, человек сходил к директору банка, ему разблокировали, то есть такое может быть, но, как правило, это если, знаете, у кого-то прям хорошие деньги на счету, было такое, когда начались санкции, было такое, стали, ой, что же, я сижу, и у меня тут все работает, бензин трачу, так, ладно, что я тут сижу долго, мне надо с Лео выйти погулять, вот в такую погоду вышли с Левой гулять, ну, а что делать, а он прячется, посмотрите, под навесами, там, где коровы, ну, ничего, пройдемся чуть-чуть, еще меня сегодня, Слава Сафонов, привет, мы учились в одной школе, они были на класс старше, у нас была замечательная компания, друзья, подружки, одноклассницы, потеплело, полезли кроты, посмотрите, вот Лео пришел раскапывать их норки, так вот, Слава прислал видео, его семейное, как они сидят у камина, внукам сказки читают, все так приятно, и он мне пишет, вдруг, 18 февраля, в субботу, у нас вечер встреч выпускников, боже, сколько лет нам уже, ребят, но у нас такие замечательные воспоминания остались после школы, я много лет ездила на вечер встречи выпускников, слава богу, это были студенческие каникулы, я приезжала обычно из Питера, это всегда было круто, сейчас знаете, какое воспоминание еще, такое смешное, пришли мы на первый вечер встречи выпускников, я приехала из Питера, и мы, ну то есть мы прошлогодние, скажем так, выпускники, и естественно, там разные были выпускники, и была одна женщина молодая, я не знаю, ну сколько ей тогда было, она закончила на тот момент школу 10 лет назад, она такая красавица была, я знаю, что она и до сих пор, по-моему, там живет, я, к сожалению, не помню уже ее имя, ну, поскольку она уже взрослая такая была по сравнению с нами, и мы стоим на нее, смотрим с девчонками, с подружками, говорим, 10 лет назад она школу закончила, боже мой, типа, что столько еще живут, это, прикиньте, сколько ей было, то есть, ну там, 16-17 лет, то есть ей было 27 лет, то есть она была уже там замужем, у нее уже были дети, она стоит такая же красавица, но нам она такая, типа, старуха-старуха, ребят, сейчас мы, в 79-м году мы закончили школу, слушайте, по-моему, 40 лет назад я закончила уже вуз, а в школу еще раньше, боже, так что тогда та девчонка была еще вообще молодуха по сравнению с нами теперь, ну, естественно, я Славе сказала, что, ну, это из области фантастики, хотя никогда не говори никогда, да, все, все может вообще в мире, в жизни случиться, я говорю, ну, скорее нет, чем да, я говорю, я до Питера два года не могу добраться, а ты говоришь, что до нашей школы, ну, я, но, а потом я еще подумала, ой, это же такой замечательный повод и возможность, если он туда сам поедет и будет встречаться с ребятами, с нашими педагогами, многие до сих пор работают в этой школе, низкие поклоны и приветы и обнимашки, я это все Славе наговорила, я говорю, конечно, передай от меня приветы, вот, и он вдруг мне пишет, он говорит, так есть же интернет, представляете, я просто сразу окунулась еще в те годы, я думаю, конечно, интернет есть, он говорит, вот, давай готовься, мы тогда WhatsApp включим и сможем там тогда пообщаться, я думаю, ну да, почему нет, представляете, в общем, и как-то у меня получилось, вчера школа, сегодня напоминание, воспоминание о школе, прямо какой-то выпуск, смотрите, школа, вот школа для меня всегда была каким-то позитивом, я всегда любила учиться, вот, ребята, и вчера и сегодня, это совершенно разные, далекие друг от друга, по территории люди и по возрасту тоже, ну, посмотрите, как нам всем слово школа дает позитивный заряд, ну, все, мы пошли домой, иначе мы все вымокнем, хотя Левка-то, конечно, и гулял бы, но я тоже не хочу, чтобы он намок, посмотрите, шерсти у него, там, миллион килограмм сейчас, и он потом очень долго сохнет, феном я его никогда не сушу, он не любит, я когда сама сушу волосы феном, он обязательно уходит на первый этаж, итак, я же стала рассказывать, что я заходила на уколы, и я хотела получить продолжение, продление направления на физиотерапию, я рассказывала в прошлом видео, что вот эта дама, она такая, в конце недели зайдите, но сегодня что у нас, сегодня у нас четверг, а завтра я как раз к ним и не захожу, я думаю, раз она меня узнала и отправила меня на шприцы, как здесь называется, на уколы эти мои витаминные, наверняка она знает, что есть у меня продление моей физиотерапии или нет, она ничего не сказала, и как раз никого не было из пациентов, и они сидят, смотрят в компьютеры, обе, я думаю, ну раз все равно я здесь, я говорю, Дарф и Фраган, могу я задать вопрос, да, я говорю, а вот мое направление, оно уже продлено, или как, она очень долго его искала, пока она искала, то есть она еще и прокололась сама, она говорит, это последнее продление, ну обычно девочки, мальчики, если вы куда-то, вам дают направление на физиотерапию, может быть, на лечебную физкультуру или какую-то укрепляющую физкультуру, это не обязательно по каким-то показаниям, потому что здесь они очень много внимания уделяют тому, чтобы вы занимались собой, и поэтому если вам дают продление этого направления, оно, как правило, один раз, ну если у вас уж никаких там показаний серьезных нету, и она говорит, если вы потом хотите продлить дальше, то это нужно будет к ортопеду, но это я и сама знаю, просто здесь сам факт тот, что она, в принципе, когда увидела, могла мне сказать, ваше направление готово, вот, поэтому, ну, слушайте, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, ребятки, вот, поэтому я получила направление, вот я вам рассказывала, что я заходила в банк, зашла позавтракать, выпила кофе, кстати говоря, ну я там, конечно, ничего не снимала так подробно, они говорят, ой, у нас сегодня капучино нет, сломался капучинатор, я пока сидела, они мне предложили просто кофе с молоком, я говорю, да, тоже пойдет, и пока я сидела, пила кофе с молоком и ела круассан свой шоколадный, приехал уже мастер, который подчинил кофеварку. Так, а что я эту бумажку показывала, заговорилась, естественно, и заодно я там была рядышком, я зашла в Яна и Тоби, распределили между собой обязанности, Яна тоже замечательная, физиотерапевт, массажист, вот, но Тоби, я так понимаю, что он больше остеопат, а вот к Яне я тоже много раз ходила, так что если вы ходите или можете взять направление на физиотерапию, вот по этому адресу у нас в Оберторингене в центре, замечательные ребята там работают, вот я у Яны и Тобиаса, я была неоднократно уже за эти шесть лет, мне очень нравится, в общем, мы с ними, мы с ними, Яна вышла, тут же мне сделала термины, тут же все распечатала, а бумажку я эту достала, сейчас буду греться у телевизора, чтобы была такая промокшая под дождем, и сейчас запишу себе все термины в телефон, чтобы не было накладок. А еще я напомню, что они сами иной раз звонят доктору и продлевают ваш рецепт или направление ваше, а еще с ними можно договориться, когда вам удобно, вот, например, у меня 14.02, я как раз прихожу на, опять же, на свой витаминный укол, и это буквально через дорогу находится, и она меня записала буквально, ну, буквально через полчасика к ним же. Это удобно, не нужно кататься туда-сюда, ну, иной раз я на машине, а иной раз и на автобусе, автобус это все-таки, знаете, хоть одна остановка, но все равно по этой деревне, пока там туда-сюда доедешь, пока дойдешь, это тоже не всегда, особенно после физиотерапии, лучше, конечно, не ходить по мокрой улице. Так, ребят, обещала показать, что за таблетки от бронхита. Вот это три раза в день за 30 минут до еды. Форте. Ну, в общем, пить пока не выпьешь. Вот этот сироп, он мне тоже понравился, но слишком сладкий, и его нужно было принимать 6 раз в день. Но когда я девушке в аптеке сказала, что мне не очень удобно, она говорит, конечно, он будет сладкий, не переживайте, его можно разбавлять с водой. Но я уже купила свой предыдущий сироп, который я как-то использовала несколько лет назад. Ну, похоже, я тогда переболела короной. И вот он из подорожника, это вообще тоже замечательное средство. Вот он мне прям очень хорошо помогает сразу. И его принимать нужно дважды в день. Вот. Так что вот это та информация, которую могу поделиться, если вы боретесь с бронхитом или после остаточные явления какие-то после гриппа. Берегите себя, не болейте.